Вон стоит сорок сороковой. Приехали в Терновку. Пытаемся дойти до озера, который находится вот там за горами. Очень красивое место, по словам очевидцев и местных тоже. В прошлый раз мы были в рыбах, и женщина сказала, что это очень красивое место, поэтому мы решили свой выходной, сегодня он без дождя, сюда им надо идти, пешком идти, наверное, полчаса, сказали нам, вот поэтому мы сейчас именно следуем туда, потом будет большой подъем в гору, и вон там высоко, высоко. Стоит мужской монастырь, вот, в него можно будет зайти, мы там не были, опять же, вот, но сказали, что там, как бы, он не закрытый, и можно будет в него попасть, посмотреть, в самом вот, как он называется, монастыре. Прошли деревню, вот позади нас, и там, где мы шли. Сейчас хотим уже все, поднимаемся по чуть-чуть в гору, больше такой пологода в дороге не будет, все остальное будет только вверх, вверх, вверх. Вот, как бы, с целым красиво, уже красиво, конечно, на улице холодно, но не настолько, как морозно, небольшой есть ветерок, вот, еще. Здесь пока, конечно, он не так особо чувствуется, я думаю, что вверху его будет побольше, но там, где лес, такого не будет. Заметили следы, это следы лошадей. Кто-то, видимо, занимается оконными прогулками, либо имеется своего, когда, одесса, и многие этим и занимаются. Этот туризм процветает, птички вылетают, скворцы. Кстати, здесь скворцы, оказывается, зимуют в Крыму, потому что мы, когда ходили за рыбами, очень видели, он полетел, очень видели много гнезд. И вот, именно в таких кустах они и находятся. Вот такое место. Очень красиво. Вон там, оттуда мы пришли. Внизу корову пасутся. Пустошок какой-то стоит. А, он нам рукой может, оказывается. Можем, или сам собой. Тут какие-то жители, какой-то, да? Сейчас мы мимо пройдем и направимся дальше. Вышли на дорогу. Лес красивый, по сторонам. Сейчас хотим немножко пройтись. И по возможности, походить по лесу. Потому что, я так полагаю, скорее всего, здесь будут грибочки. Здесь дорога пошла такая уже беринстая. И цепляется на подошву. Лучше пойти по траве. По лесу есть возможность ходить. Почка нормальная, чистенькая. Надеемся, как бы еще по пути набрать грибочку. Кое-каких. Оказывается, идти до Масаря далеко очень. И мы решили туда не идти. Потому что, такая грязь неполазная. Вот она на машина. Либо какое-то время, дорогое, летнее. Потому что, сами видите, по такой дороге не дойдешь. Просто она убитая. Надо по-сухому уйти, когда-нибудь, либо летом. Скорее всего, летом надо идти. Так что, вот так. Пойдем, мы лучше подходим чуть по лесу. А быть, может быть, найдем и какие-то грибы. Потому что, эти дни делал дождь. А вот и дорога вся убитая. Убитая дождями, машинами и всем остальным. А вот, когда мы ехали, очень много было машин, опять же, грибников. Поэтому попробуем походить. Сейчас попьем чаю. Чуть-чуть отдохнем. Вроде бы немало, но все равно полтора-только мы, наверное, уже прошли. Сейчас здесь лесу очень тихо, спокойно. И тепло. Лесом пахнет. Пахнет именно осенним. Лесом. Леслое такое все. Так что, вот, будем надеяться, я вон летаю с кварцем. Пошли, наверное, штук пять полетела. И там, скорее всего, какое-то у них есть гнездо. Сто процентов. Сто процентов. Но мы не будем его искать. Но хотя бы примерно... Сейчас хочу посмотреть, что должно быть. Что-то должно. В этом месте, где-то они тут вились. Пока не видно. Грибок тоже, кстати, я не вижу никаких. Хотя бы какой-то один попался. Уже было бы нам понятно. Если здесь что-то вообще не мыслят, не мышат. А место такое хорошее для грибов. Может, уже облазили здесь все? Тут же местные тут видел какашки-кос. Думаю, что тот, кто здесь косточь этих пастей то вполне возможно и собирает их. Лена! Какая-то дорога еще идет вверх. Ну, вот, не знаю. Пройтись по ней. Нам вверх попробовать. Ленка, может, сгоняем с тобой по этой дороге чуть-чуть? Вверх. Тут очень много скворцов. Вот там сейчас было скворцов. Да, скворцы именно. Черненькие. Сами черные. А носики какие-то такие желтые цветные. И там много их очень. Вон они, вон они, вон они. На соку. А вон там в кустах летают. Продолжаем двигаться. Это, конечно, красивый. Так что про сказанное озеро. Не знаю, где оно находится на самом деле. Какой-то ориентир нам дала женщина, там торгует овощами. Сказала, идти вот сюда, дорогой пойти полчаса. Поэтому на карте мы, похоже, это посмотрели, на телефонах. Никакого озера нет. Но, хотя я замечал, что здесь Яндекс.Карты вообще, как бы, Крым как-то плохо обозначен. Не работает Яндекс. Над этим вопросом. Хотя, надо было, мне кажется, давно все это прозондировать и отметить все расположения. Вот как XXI век, а живем как допотопные веки. Пойдем тропинкой. Вот сюда. Тут такие переходы получаются ступенчатые. Такой подъем, вот такая такое местополого, ровное. Дальше подъем, место ровное. Подъем, место ровное. Интересное такое строение горы. Грибов я не вижу никаких. Какие-то, Ленка, я вижу, где коричневые. Вот вот она, 1, 2. Это же очень не мышата даже. Вот такой земпер. Обалдеть. какие-то тут Вуда занимался каким-то. Собачья, наверное, голова? Кто знает, скажите, что это. Вроде как собачья по зубам, да? Собачья голова, череп. Сейчас сделаю фото. Это появится в Инстаграм. фото. Сейчас еще один клянер. Лика, что, и будем пить цепы? Смотри, репортер, через 2 часа дня. Уже так, серия, да? Через 2 часа у нас автобус. Ага. Так что планируем свое время. Давай, может быть, тогда сейчас тут поднимемся и пройдем чуть-чуть левее. А там... Мышленка видела, но только такого раздавнивала. я вообще ничего не вижу. Тут какие-то коричневые какие-то есть, вот у тебя вот мелкие. Нет, это... не знаю, у мужика там вот эти серенькие, крепенькие. У него большие, причем они были большие такие у него, хорошие. Я думаю, что мы здесь с собой наверное и попьем чаю, Ленка? Или вот там дальше? Давай, давай чайку попьем. Давай. зашли в лес, как я говорил, за грибами. В итоге уже полный рюкзак грибов. Вот такие попадаются экземпляры большие уже выросшие. Там мы маленькие брали, а тут внуки большие все уже там, там, там. Взяли мы еще как их называть-то? грижиков. Грибы как бы есть. Лес искусственный, кроме вот такие вот, сосны, посажены рядами. Встречаются дубки, там, где дубы делать нечего. Так что продолжаем рвать. На такую вот эту высоту мы забрались. там еще подниматься и подниматься можно по этим вот. Сейчас это не путешествие у нас, а вылазка была место определенное. Вот тут, конечно, можно было полазить грибом. Набрали мы целый рюкзак вот такие виды. Там внизу силуэт расположен. Так, сейчас будем выбираться вниз и уже поедем на автобусе к дому в Севастополь поедем. Ветер сильный, темнеет, тучи как бы очень такие облака тяжелые, может быть даже будет дождь. Поэтому надо срочно ориентироваться вниз. возвращаемся из леса. Вышла на перепутье. Тут чье-то кострище было. Место, конечно, шикарное. Если здесь как бы стоять отдыхать. Там впереди как бы село какая-то ферма. Потому что много машин. Там внизу скот пасти именно это их не было. Много машин тракторов и все такое. На небе погода. ужасно. Поэтому надо будет двигаться сейчас на остановку. то вы увидите. До той горы ему не дашли. там вот там впереди каменная гора. Очень далеко эти леные прям камни будут. Так вот вот здесь здесь вот 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 Дорога вся разбита, грязная, не о чем. Более ровно сейчас. Прошу полный. Мы и аплодировали. И на берегу. К озеру. Но сами видите какие дороги. Мы довольны. Сейчас намоем, нажарим. Мышка на грустей. Из мягких мы взяли грибов. Шуравчики называют. И рыжики у нас были. Рыжику наверное 8-10. И все грязненькие. И тоже сходим. Проверим. 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 Ферма какая-то прожила. Люди. Видно, я занимаюсь искать. Да. И где-то сего. Пастил. Мясо конечно много. Да. Рыжики тут. Тектор прожил. Рыжики. Проверим. Трехнический. Проверим. Этим. Стоп. Так бежим. Кроме того. Смех. 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 Здесь направляются к нам. Вот такое место. Такая земля. Чемпионка с земли. Поэтому здесь, наверное, ничего не будет стоять. Как считаешь? Ну, так пойдем? И будем на деревню? Думаю, да? Брёнышки дубовые, я смотрю, лежат старенькие, но они прочные. Зил стоит, молочный. Тут точно была ферма какая-то. Кровь. Кровь. Белая. В стороне. За бочку стояли. Коси руки. Жатки, косилки, мосты, рамы. Металолом. А там ведь металолом. Там ведь металолом. Очень много-много шифера. Много-много-много шифера. Телеги. Сейчас станут болты, на самом деле. Повышу антоксифонить, будь здоров. Металолом. 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 Еще с мелкими дождями. Поэтому, наверное, пойдем по дороге. Нашу остановку. Потому что мы пошли в воду. И вот, чуть наискосок. Мы, в принципе, с выходом на асфальт. Может, вон там находится? Вон там. Я вижу уже отсутствие. А что остановка? Вот так городские жители приезжают из Севастополя на природу. Подышать свежим воздухом. Да, Ленка? Воздух настолько свежий, что аж уши горят. Люди приезжают. Покупают участки. Строятся. Место, конечно, хорошее. Там тоже зажигает. Построек. Вон там еще окраина какая-то. Смотрю, уже забором позабито. Стоят крыши новые хорошие. Печка Рудянка по Севастополе. Здорово. Так пойдем? По деревне? Это лайка. Никакая зря. Или вот так пойдем? Под гору? Не знаю. Или прямо под стальной улицы? Пойдем под горку. 25 минут. Ох ты, ни хрена себе! Ну, штаты пойдем. Да, давай. Нет, не ходи. Не кушать. Не кушать. Пахнет дровами. Печка топится в доме. Тут каждый домик по собакам. Мы сейчас шли, нас что-то там собаки не пожарили. Самое главное, что овчарка, здоровая овчарка, негде не убивать. Колесо дас пашку. Пожалуйста, укусай кого хочешь. Вон, печка топится. Оставаться оставить. Сейчас перебоев нет, уже с электрическим, как раньше было в Крыму. Все разобновили, все нормально, все циклирует. Газопровод тоже, в принципе. Вон какая-то девушка в окошко. Знамя, если бы ее понуждают. Да? Все мы за тобой, наверное. Конечно. Это откуда они идут, эти люди. Кошка, окошка. Вот, звонок. Смотри, какой маленький один рыжий, какой стоит. Вон, Миша, какой рыжий маленький. Короче, видел картину. Шел я, шел я. По-моему, шел в сторону как бы. А, да-да-да, работал. И там, значит, есть такая часть, у нас такая промзона называется. И это по гаражам я шел. Вот туда, с праздником. Красно вышел на Мусон. Картина такая. Кот. Здоровый кот. И маленькую кошечку беленькую. То есть, категории, однозначно, там, как бы, знаешь, они не это. Вообще разные. То есть, даже, получается, уже пошел, как это называется? Какая-то сексуальная разращенность у животных. То, что, казалось бы, где там, да, прыгает на молотку. То есть, даже вот, а раньше такого не было. Раньше, сколько прожил в сельском месте, такого никогда не было. Ну, реально. То есть, как бы, если там видишь, он взросл в том особе, то они, как бы, испариваются. А тут какая-то, ну, какая-то мелочь. Она говорит, она мне приезжает, бедную, заходила, заходила. Сверху она надавила, я, господи, ее выскочила. Боже мой, там вообще, ну, что, ну, господи. Представляешь? Там кошка еще одна сидит, там, кошка, там, справа. Как бы, только у меня не тронуло, этот пес-то. Фу, пошел, пошел, пошел. Ничего иди, я все поздно. Песик, песик. Смотри. Вон, еще и пес какой, смотри, сидит, он справа тоже стоит. Вот такой бы, не санчик бы, перемещаться по этому. 36-й регион, чтобы не было. 40-й, это там же, 40-й Калуга. 32-й, это прям? А, 32-й, по-моему, это русский, наверное, не? Да, конечно. 34-й, это тоже. Тут какая-то, какая-то, какая-то улица сапальня. Смотри, тут даже какой-то памятник встает. Погибшим-то. Такие дворики встает у людей. Тихо, спокойно. Да, какой-то памятник. Ну, надо, честно, не до него, ребят. Сейчас честно. Надо шурмать на автобус. Потом мы будем целые час-пятнадцать. Следующие годы. Только на себе. Себе здесь. Продолжение, чтобы чем-то к нему купить, какие-нибудь травы такой хорошие, посадить. Чтобы с ней было всякое понимание. Чтоб он держал прочно. На двух третий домонок протяжает. Здесь чего-то. Потому что солома. Даже такая. Вот, как с которым занимается. Потягиваем. Вон кучка на улице. Как мы с тобой шли вон там, по горе, по поверхности? Даже не пойдем, да? Ну нафиг, да. Нам бы в какую-нибудь лужу поймали бы лапу свою, да руку тоже. Кому и скажи. Луж нету. Дождь шел вчера целый день. Сопли поморозили, подышали свежим воздухом. Вот тоже ягоды. Растут. Это сейчас мы, Сильванька, увидим 4 часа, да? Да. Будем там где-то половину 5-го. Приедем домой часов. А, да. Приедем до 5-го будем, да? Ну да. Пока там еще доедем до 5-го. 6 часов дома, да. Дай Бог. При хорошем раскладе. Все. Можем на трассе. Так что станция впереди. Он уже виднеется. Скоро будем. Будем на месте. Это по всей видимости школа. Потому что сайт от области детский. У нас написано желтые. Дети. Маленькое село. Красивое. Как многие озвучивают, что жить-то есть где. Нет работы. Тыщики, тыщики, тыщики. Тыщики, тыщики. Тыщики дубь по себе. Её какое Josje. Это был простатый jointly пед Зимвань, гдеoman от путешественных Мы буду поднимались на этом месте, если бы мы знали бы ваши любые други путем.